Игра цвета и тени, буйство красок и вариативность серых оттенков. Картины художницы Елены Новожиловой способны вызвать вценители живописи такие разные, но одинаково сильные эмоции. Экспозиция открылась в Щелковском историко-краеведческом музее. И это первая персональная выставка автора. Елена большой профессионал. И в смысле с ней было очень легко и удобно работать. Для музейщиков это значит очень много. Потому что, во-первых, это доверие. Мы доверяли, когда делали порезку, разрезку, подбирали работы. Мы доверяли друг другу. Каждый день единственный в жизни. И эту индивидуальность, как ничто, отражает природа. И если за окном все только готовится пробудиться после холодов, то холсты в музее уже залиты многообразием красок. Прятала какую-то знамеску. И однажды Виктория Валерьевна, у нас выставки, там что-то еще. Я говорю, нет, уже есть работы. Она говорит, ну ты покажешь. Показала. Ну вот это было че. Она говорит, ну что ты, ну ваше опыт, давай. Будем показываться мир. Так могла каждому из нашего курса понять, направить какое-то свое русло. Я скажу так, что это, наверное, самый первый человек, кто меня направил. Однажды все, что пряталось за занавесками, решило показаться. Вдохновение художницы находят в образах родной деревни Биаконтово. Почти все работы, представленные на выставке, были написаны именно там. Увидеть красоту деревенских пейзажей в Щелковском историко-кровеческом музее и ценители живописи смогут весь апрель и в начале следующего месяца. Выставка продлится до 9 мая. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...